Правительство Тверской области примет все необходимые меры для выполнения задач, которые президент России Владимир Путин обозначил в послании. Об этом глава региона Игорь Руденя заявил в прямом эфире федерального телеканала «Россия-24». Кроме того, губернатор рассказал о проведении Верхнего Ужья Дня Победы, вакцинации населения от коронавируса и других темах. Улучшение демографической ситуации, образование, предпринимательской среды, повышение доходов граждан, создание новых рабочих мест. Эти и другие задачи, исходя из тезисов послания президента страны, сегодня являются приоритетными в работе регионального правительства. Как отметил Игорь Руденя, на сегодняшний день в Верхней Ужье комплексно и последовательно идет развитие мер поддержки в области демографии. Поэтому региональным руководством было принято решение в течение нескольких месяцев создать новый сервис «Социальный навигатор». Это позволит любому желающему, параллельно с всеми возможностями, которые сегодня есть, просто сориентироваться и понять, какие есть выплаты в текущем моменте развития семьи, количестве детей, их возрасте и социальном статусе семьи. Когда кто-то из родителей работает или кто-то может не работать, и вот это будет более понятно, более ясно. В настоящее время выплаты осуществляются центром «Тверская семья». Уже сформирован график выплат пособий за май. Перечисления начнутся сразу после праздников. Налажен механизм взаимодействия с Почтой России и достигнута договоренность о продлении периода получения выплат до 28 числа каждого месяца. Еще одной темой, которую губернатор затронул в ходе прямого эфира, стало празднование 76-летней годовщины Великой Победы. Как отметил Игорь Руденя, основная часть торжеств пройдет в очном формате. Центральными площадками празднования Дня Победы станут города воинской славы, Твери и Ржев, а также города воинской доблести, Зубцов и Белый. Мы надеемся, что в этом году у нас все пройдет достаточно хорошо, а у нас все военные вакцинированы. Вы это знаете, Минобороны проделали очень большую работу, и это дает нам основания полагать, что мы находимся в уверенной зоне администрирования этих эпидемиологических процессов. И я обращаюсь особенно к ветеранам, чтобы все, кто будет принимать участие, тоже соблюдали меры предосторожности. Губернатор сообщил также, что практически всем категориям граждан, которые должны были получить социальные выплаты ко Дню Победы, уже оказан данный вид помощи. Речь идет об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей, вдовых погибших и умерших участников войны, тружениках тыла, детях войны. Субтитры создавал DimaTorzok